император николай второй как человек сильной воли евгений алферьев часть 4 4 марта государь пришел последний раз в часть для принятия доклада генерала алексеева о положении на фронтах вот что говорит об этом докладе генерал присутствовавшие на нем вместе с генералом лукомским по службе спокойно внимательно слушал государь генерала алексеева который вначале волновался спешил и только через несколько минут под влиянием вопросов его величества замечаний указаний стал докладывать как всегда государь припоминал фронт поразительно точно указывая на части войск фамилии начальников и характерные особенности того или другого места боевой линии а ведь она тянулась чуть ли не на три тысячи верст я не мог оторвать от царя глаз говорил генерал этот сдержанный холодный человек сколько должно было быть силы воли у государя чтобы полтора часа слушать последний раз доклад о великой войне ведь государь нечего скрывать относился к боевым операциям не только сознательно но он ими руководил и давал указания генералу алексееву и все это оборвать кончить помимо своей воли отлично понимая что от этого наверное дела наши пойдут хуже только перед тем как оставить всех нас государь как будто взволновался и голосом более тихим чем всегда и более сердечным сказал что ему тяжело расставаться с нами и грустно последний раз быть на докладе очевидно воля божия сильнее моей воли вечером 7 марта государь собственноручно как он это делал всегда написал свой замечательный прощальный приказ к армии флоту датированные следующим днем вот текст этого документа полного исторической красоты и благородства в последний раз обращаюсь к вам горячо любимое мною войска после отречения мною за себя и за сына моего от престола российского власть передана временному правительству по почину государственной думы возникшему да поможет ему бог вести россию по пути славы и благоденствия да поможет бог и вам доблестные войска отстоять нашу родину от злого врага продолжение двух с половиной лет вынесли ежечасно тяжелую боевую службу много пролито крови много сделано усилий и уже близок час когда россия связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе сломит последнее усилие противника это небывалая война должна быть доведена до полной победы кто думает о мире кто желает его тот изменник отечества его предатель знаю что каждый честный воин так мыслит исполняйте же ваш долг защищайте доблестно нашу великую родину повинуйтесь временному правительству слушайтесь ваших начальников помните что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу твердо верю что не угасла ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине да благословит вас господь бог и доведет вас к победе святой великомученик и победоносец георгий николай 8 марта 1917 года ставка на эти великие слова государя к его армии не были допущены к войскам революционными главарями сверхшими своего царя генерал алексеев не будучи вообще подчиненным военному министру подобострастно протелеграфировал своему другу новому главе военного министерства гучкову что государь написал прощальное слово к войскам в ответ на это сообщение вставку пришла телеграмма с воспрещением печатать и распространять прощальный указ царя давний злобный враг и интриган против государя один из главарей революционеров с первых же часов добравшись до власти совершает гнусный и подлый поступок не допуская слова государя до русских солдат алексеев и гучков совершил переворот и измену очевидно боялись что слово царя западет в душу солдата произведет смущение может вызвать ропот негодование и волнение на фронте они опасались что армия не на стороне изменников этот эпизод с полной ясностью показывает каким недостойным мелким людям принадлежали революционные божаки которым перешла власть в дни величайшей войны этот дивный святой приказ императора николая александровича к своим войскам а через них и ко всей россии не по вине государя не дошедший до нее запечатлен теперь праведной кровью царя мученика принявшего смерть но не ставшего изменником своего отечества и до конца сохранившего верность своим союзникам которые также ему изменили или ковали по поводу его свержения получил зато от господа в свое время должное возмездие утром на следующий день среду 8 марта государь прощался со всеми чинами своего штаба начиная со старших до самых низших все собрались большом зале управления дежурного генерала государь говорил ровным голосом ясно отчетливо с глубоким сердечным вниманием его простые слова глубоко западали в душу всем было невообразимо тяжело закончил свои прощальные слова его величество начал обходить присутствовавших каждому подавая руку нервное напряжение в зале достигло предела многие плакали некоторые не могли сдержать рыданий двое или трое упали в обморок стоявший рядом со мной на вытяжку рослый конвоец рассказывает очевидец неожиданно как-то странно охнул и как рост на пол общая атмосфера в зале настолько накалилась стала настолько мучительной что государь то ли поддаваясь всеобщему настроению несмотря на свое сверхчеловеческое самовладание то ли не желая подвергать присутствовавших дальнейшей нравственной пытки прекратил обход и быстрыми шагами вышел из зала день 8 21 марта 1917 года будет записан на позорнейшей странице русской истории в то время как государь вынуждена отрекшийся от престола и вынуждена покидавший свою великую миссию верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами а в решительный момент великой войны проявил исключительную мужество исключительное мужество и благородство всеми силами старался ради блага россии победы над неприятелем облегчить задачу своих преемникам временного правительства состоявшему из его противников и личных врагов это последняя на веки заклемила себя и всех своих приверженцев издавна в подготовлявших свержение исторического государственного строя и работавших на революцию и наконец захвативших власть свои руки целым рядом позорнейших и низких поступков сразу же после сформирования временного правительства это последнее взяло на себя обязательство обеспечить государю свободный проезд царское село свободное там пребывание всей августейшей семье и в случае их желание беспрепятственный отъезд за границу отрекшись от престола царь обратился с письмом князю львову вверяя ему как главе новой власти свою судьбу и судьбу своей семьи между тем согласно показаниям благополучно бежавших за границу бывших членов временного правительства львов керенский гучков милюков и другие все масоны опрошенных судебным следователем соколовом ведшим следствие по делу об убийстве царской семьи временное правительство уже 7 марта вынесла постановление об аресте императора императрицы 8 марта в могилеу прибыли четыре думских депутата для ареста государя в телеграме князя львова сообщалось что они будут сопровождать государя в царское село как главу правительства отказавшегося от власти и что это их командировка означает проявление внимания к государю это была бессовестная ложь как только государь сел поезд эти лица объявили ему через генерал адъютанта алексеева еще накануне осведомленного об истинной цели их приезда что он арестован государь прибыл царское село 9 марта его встретил на платформе вокзала полковник кобылянский новый начальник царско-сельского караула свидетель кобылинский говорил судебному следователю соколову в поезде с государем ехало много лиц свиты когда государь вышел из вагона эти лица посыпались на перрон и стали быстро разбегаться в разные стороны озираясь по сторонам видимо проникнутые чувством страха что их узнают прекрасно помню что так удирал тогда генерал-майор и кажется командир железнодорожного батальона генерал-майор цаблер сцена это была весьма некрасиво государь проследовал в александровский дворец из многочисленных приближенных приехавших вместе с ним только один гоф маршал долгоруков пожелал сопровождать его величество одновременно с государем тот же день 8 марта участник генеральского бунта командующий войсками петроградского военного округа заранее намеченный на эту должность думскими революционерами и назначенный последним приказом государе генерал корнилов арестовал в царском селе по постановлению временного правительства государыню императрицу александру федоровну и августейших детей так началось 16-месячное заточение царской семьи сначала в царском селе затем ссылка в тобольск и наконец увоз в екатеринбург где царственные узники приняли мученические венцы лишение царя свободы было поистине вернейшим залогом смерти его и его семьи ибо она сделала невозможным отъезд их за границу пишет судебный следователь соколов правда их величество сами этого не хотели и считали эту возможность худшей из всех что их ожидает об этих опасениях они часто говорят своих письмах написанных из заточения но это лишь служит лишним доказательством их исключительного благородства и безграничной любви к россии и ни в какой степени не оправдывает действия временного правительства управляющий делами временного правительства набоков признает своих воспоминаниях что актом о лишении свободы царя был завязан узел разрубленный в екатеринбурге с момента заточения царской семьи начинается и и тернистый путь восхождение на голгофу длившийся как уже сказано выше 16 месяцев мы не будем описывать здесь нравственные физические страдания которые пришлось пережить на этом пути государю николаю александровичу и его августейшей семье ибо этот очерк посвящен лишь одной стороне духовного облика императора николая второго и имеет лишь одну цель опровергнуть прочно укоренившиеся глубоко ошибочное утверждение рисующего его как человека слабого и безвольного с момента лишения свободы царская семья была вырвана из привычных условий окружающей обстановке и вместе с этим она была как бы перенесена в иной план жизни план жизни духовной которой не применимы обычные мерки установленные для оценки душевных и духовных свойств людей разве можно рассуждать о силе воли святых мучеников достигших наивысших ступеней несравненно большей силы силы духовной своих воспоминаниях о страшных днях февральского бунта их величества были разлучены и государыня три дня не имела никаких известий от государя пьер жильяр так описывают душевное состояние ее величество 3 марта когда она еще ничего не знала об отречении мучения императрицы в эти дни величайшей тоски без вестей от императора в отчаянии сидевший у изголовья больного мальчика превзошли всякое воображение они дошли до крайних пределов человеческих сил это было ее последним испытанием из которого она вынесла то удивительное светлое душевное спокойствие которое потом поддерживало ее и всю семью до дня их мученической кончины такой же духовный перелом пережил государь в тот свой день отречения от престола совершившийся накануне с этого момента их величество всецело отдали себя и судьбу своих августейших детей в руки божия святая церковь учит нас что господь не посылает никому испытания которые превышали бы силы испытуемого или же соответственно укрепляет его силы если он полностью полагается на волю божию в житиях святых мучеников описаны многочисленные случаи как с помощью божией они благодаря своей собственной воле они легко и радостно переносили нечеловеческие пытки и страдания это чудесное явление подтверждают также и рядовые православные христиане перенесшие тяжелые опасные и мучительные болезни легкость которой они переносят физические страдания поражает даже опытных докторов не знающих силы божией сознавала ли царская семья угрожающую есть смертельную опасность да их величество и две старшие великие княжны несомненно не только сознавали приближение конца но и готовились к нему жизнерадостная великая княжна мария николаевна хотя и в меньшей степени но все же ясно понимала положение великая княжна анастасия николаевна и наследник цесаревич алексей николаевич были еще слишком юными чтобы задумываться над своей участью но и они не закрывали глаза на действительность как это видно из случайно вырвавшихся как того наследника слов если будут убивать то только бы не мучили отдавали себе отчет в том что их ожидает и тени многие лица из числа свиты и верных слух добровольно последовавшие в ссылку в сибирь с царской семьей и вместе с ней разделявшие заточение генерал ли адъютант татищил еще в тобольске сказал однажды жильяру я знаю что я не выйду из этого живым я молю только об одном чтобы меня не разлучали с государем и далее умереть вместе с ним в ипатьевском доме были найдены два листка бумаги на которых рукою великой княжны ольги николаевны были написаны два стихотворения молитва и перед иконой богоматери они общеизвестны но мы напомним здесь два последних четверостишие стихотворения молитва владыка мира бог вселенной благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час и у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов нельзя забывать в какой трагической остановке писала эти строки юная 22-летняя великая княжна ольга николаевна оба эти стихотворения были такие также переписаны государы не императрицей и посланы полковнику сыро боярскому в письмах от 11 и 12 января 1918 года отсюда ясно что их содержание было известно всей царской семье и можно только поражаться тому какой духовной высоты достигли их величество их августейшие дети уже к этому времени сохранились два драгоценнейших письменных памятника раскрывающих перед нами душевные духовное переживание царственных узников на пути их мученического подвига одним из них являются многочисленные письма всех членов царской семьи написано ими из заточения первый сборник этих писем был издан 1974 году свято-троицким монастырем заканчивается следующим небольшим отрывком из письма великой княжны ольги николаевны написанного в тобольске отец просит передать всем тем кто ему остался предан и тем на кого они могут иметь влияние чтобы они не мстили за него так как он всех простил и за всех молится чтобы не мстили за себя и чтобы помнили что то зло которое сейчас в мире будет еще сильнее но что не зло победит зло а только любовь не менее замечателен другой памятник из духовного наследия царской семьи в доме ипатьева среди оставшихся вещей судебными властями было найдено много книг духовного содержания четыре из них принадлежали императрице и 15 великой княжне татьяне николаевне естественно предположить что читались они всеми членами августейской семьи причем особенно примечательно то что они не расставались с ними не только в тобольске но захватили их даже в екатеринбург и берегли до самого конца в них имеются многочисленные подчеркнутые и отчеркнутые места наиболее привлекавшие внимание читавших и наиболее близкие их душевному настрою ярко свидетельствующие о духовном подвиге царственных мучеников епископ мефодий внимательно ознакомившись с этими книгами и сделанными в них пометками пишет эти места не только говорят о духовном состоянии августейшей семьи об их крепкой глубокой вере смирении все прощение духовной бодрости но и являются как бы их духовным завещанием и наставлением да будут же слова подчеркнутые ими и кровью их засвидетельствованы нам на пользу духовную и в разумление ниже приводится краткая выписка слов особо отмеченных в одной из книг великой княжны татьяны николаевны которые лучше всего показывают нам какому примеру следовала царская семья в эти страшные предсмертные дни верующие в господа иисуса христа шли на смерть как на праздник становясь перед неизбежной смертью сохраняли то же самое дивное спокойствие духа которая не оставляла их ни на минуту они шли спокойно навстречу смерти потому что надеялись вступить в иную духовную жизнь открывающуюся для человека за гробом епископ мефодий из духовного сокровища царской семьи 1956 год господь был милостив к своим угодникам царская семья была взята из земной жизни вся вместе одновременно и в этом чудесном явлении нельзя не видеть действия промысла божьего как бы в награду за их безграничную взаимную любовь крепко связавшую всех членов царской семьи в одно единое нераздельное целое момент разлучения души и тела наступил для них одновременно наследник как мы знаем жил под постоянной угрозой смертельной опасности и неоднократно был на краю смерти но каждый раз господь спасал его как будто желая сохранить единство семьи истинный смысл событий совершающихся по промыслу божьему часто остается сокровенным для современников и становится понятным лишь много лет спустя когда страшная правда о трагической гибели всей царской семьи стало известно многие современники особенно сокрушались от жестокой судьбе великой княжны ольги николаевны вспоминали недавнее сватовство наследного принца румынского карола и решительный отказ юной великой княжны заявивший что она никогда не выйдет замуж за иностранца и никогда не покинет пределы россии и вот как казалось тогда вместо того чтобы стать королевой румынской и начать молодую счастливую жизнь она погибла мученической смертью в страшном застенке и только теперь после многих нет десятилетий истинный смысл всего совершившегося по воле и по величайшему милосердию божьему раскрылся перед нами и стало ясным что если бы великая княжна ольга николаевна приняла предложение принца карола ее жизнь была бы преисполнена великих скорбей несчастный брак с безнравственным человеком разбитая семейная жизнь королевский престол на короткое время а затем революция и беженское существование в изгнании но самым тяжелым испытанием были бы для нее нестерпимые нравственные страдания от сознания что из всей ее горячо любимой семьи она осталась одна в живых и от мучительных переживаний и неотвязчивых мыслей которые преследовали бы ее до последнего дня о трагической судьбе ее державных родителей и августейших брата и сестер царские дети и в особенности наследник цесаревич из-за его болезни вели крайне уединенный образ жизни они редко виделись даже со своими ближайшими родственниками двоюродными братьями и сестрой августейшими детьми великой княгини ксении александровны фактически единственным детским другом наследника был коля деревенка сын лейб хирурга деревенка последовавший вместе с отцом за царской семьей сначала в тобольске затем екатеринбург в царском селе его постоянно приглашали во дворец играть с наследником который также и сам бывал у него у своего друга в тобольске в течение всего периода пребывания там царственных мучеников в 1917 1918 годах он был единственным посетителем со стороны который допускался по воскресеньям и праздникам в губернаторский дом где неразлучно оставался на целый день с цесаревичем алексеем николаевичем сейчас деревенка является единственным оставшимся в живых из всех свидетелей жизни царской семьи заточение проживает он в отдаленной стране в глубоком уединении решительно отказываясь от каких-либо выступлений касающихся царской семьи он занимает такую позицию несмотря на то что хорошо знает что ему достаточно сказать слово чтобы разоблачить многочисленных самозванок и самозванцев равно как и самозванных детских друзей наследника цесаревича время от времени он навещает своего школьного товарища по царско-сельской императорской николаевской гимназии который каждый раз ходе их дружественных бесед настойчиво старался убедить его написать свои воспоминания наследники которые представляли бы исключительную ценность для истории и для составления правдивого жития святого мученика убиенного цесаревича алексии все просьбы оставались тщетными наконец во время одной из таких встреч его друг решил действовать более энергично и так или иначе добиться от деревенка согласия приняться за этот труд он говорил долго снова повторил свои доводы горячо настаивая на том что коля обязан рассказать все то что он видел знает и помнит что это его святой долг перед наследником истории русским народом коля слушал внимательно но молчал наконец он не выдержал и с необычным для него волнением воскликнул и какая-то нотка отчаяния звучала в его голосе как ты не понимаешь что я всю жизнь стараюсь забыть этот ужас если бы я дал волю моим воспоминаниям я не мог бы жить не мог бы работать не мог бы существовать сошел бы с ума разумеется после такого признания продолжать или возобновлять разговор по этому делу было невозможно но связи с этим невольно возникает вопрос если мученический путь царской семьи закончившийся ее злодейским убиением вызвал такое глубокое и на протяжении всей жизни незабываемое душевное потрясение у 12-летнего коля деревенка то какие нравственные пытки должен был бы испытывать тот из членов царской семьи кому удалось бы чудесным образом остаться в живых между тем никто из самозванок и самозванцев начиная с пресловутой чайковской появившийся на берлинском горизонте всего лишь через четыре года после и коренбургского злодеяния и кончая темной личностью голеневского правда последний выдумал фантастическую версию о спасении всей царской семьи не проявил ни малейшего интереса к судьбам царской семьи и не испытывал ни малейшего волнения от воспоминаний об ее жизни до революции в заточении казалось бы что такое странное равнодушие должно было бы служить одной из лучших улик подтверждающих их самозванство однако как это неудивительно этот простой вопрос не приходил голову никому из тех лиц правда весьма немногих которые хотя бы недолгое время поддавались обману или сомнениям вот что ждало ее на этом пути тогда как теперь вместе со всей царской семьей она навсегда вошла не только в русскую историю но и в историю российской православной церкви как святая царевна святая мученица благоверная великая княжна ольга и память о ней будет свято храниться из рода в род до скончания века царская семья была призвана предстать перед престолом божиим вся вместе и это великое знамение божие само по себе указывает на то что царственные страстотерпцы как и первые христианские мученики были прославлены самим господом самого момента принятия ими мученических венцов в 1981 году русская православная церковь за границей являющаяся единственной законной преемницей российской православной поместной церкви канонизировала царскую семью вместе с онмом других новомучеников от безбожной власти убиенных торжества канонизации имели место в нью-йорке 31 октября 1 ноября при участии 15 архиереев во главе с митрополитом филаретом и многочисленного духовенства и присутствие всех здравоствующих членов дома романовых и огромного числа молящихся съехавшихся со всех стран русского рассеяния мы закончим наш скромный труд несколькими выдержками из замечательного доклада епископа нектария сиатлийского посвященного прославлению царской семьи всех новомучеников российских прочитанного им на съезде русской православной молодежи состоявшийся в городе сан-франциско калифорния в августе 1981 года незадолго до канонизации предстоящее прославление может иметь величайшее духовное историческое значение так как она может открыть путь к возрождению россии и спасти ее от окончательной гибели в тисках богоборческой власти конечно все это будет зависеть от того как воспримут это событие оставшиеся еще верующими православные люди на родине и как воспримем его мы находящиеся в россии не на чужбине особенно важно отметить мученическую кончину нашего государя императора николая александровича его семьи он был последним монархом помазанным святым миром на царство государь помазанник божий священное лицо носитель особой силы благодати духа святого это божественная сила действующая через помазанника божия удерживала распространение зла тайны беззакония апостол павел во втором послании к фессалоникийцам пишет тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь дьявол уже как бы давно рвется и силится явить миру антихриста но не может потому что еще в наше время божественная благодать сугубо действующая через помазанника божия удерживала и не давала этой возможности тайна беззакония необходимо было чтобы получить свободу действия взять от среды удерживающего что и произошло по попущению божию за грехи всего русского народа и так удерживающий взят от среды с этого момента все мы являемся свидетелями безудержного разгула и распространения зла во всем мире совершилось страшное злодеяние цареубийство убит государь помазанник божий покровитель православной церкви глава православного государства убит удерживающий из сказанного абсолютно ясно что это злодеяние было ритуальным они политическим убийством о чем свидетельствует также каббалистическая надпись на стене ипатьевского дома где было совершено это поистине сатанинское злодеяние подобно тому как христос был распят за грехи всего мира на голгофе всеми оставлены так и государь принесем жертву за грехи всей россии также всеми оставлены никто не оказал помощи своему государю в дни его тяжких испытаний когда он был узником богоборческой сатанинской власти поэтому смертный грех цареубийство тяготеет над всем русским народом а в особенности над теми кто принимал участие в этом злодеянии а в какой-то степени над каждым из нас и если это так то для того чтобы иметь хотя бы маленькую надежду на снятие греха совести россии необходимо помимо нашего сугубого покаяния прославить государя во главе всех русских новомучеников ведь принял он мученическую кончину за православную веру святую церковь за отчизну трагедия царской семьи как бы заклятием легла на русскую землю став символом пророком длинного крестного пути россии гибели десятков миллионов ее сынов и дочерей канонизация царственных мучеников явится для россии снятием с нее греха цареубийство и окончательно освободит ее от злых чар у нас теплится надежда что когда весть о прославление государя во главе всех новомучеников российских достигнет еще верующего православного русского люда на родине который вместе с нами осознал тяготеющий над россией грех цареубийство он с покаянными слезами будет молить господа о прощении и в молебном пении всем сердцем будет призывать помощь царя мученика святые царю мученицы у читателя и слушателя может возникнуть вопрос если император николай второй действительно был человеком сильной воли каким образом объяснить некоторые его поступки которые обыкновенно свойственны людям слабохарактерным это объясняется многими особенностями сложного духовного склада государя и прежде всего редким сочетанием непреклонной воли и мягкость сердечия при наличии большого и тонкого ума у него совершенно отсутствовали такие черты как властность высокомерие резкость напористость которые часто ошибочно принимаются за проявление твердости воли напротив он отличался крайней скромностью душевной мягкостью чрезвычайной добротой природным благородством верностью своему слову исключительной душевной деликатностью бережным отношением к чужому самолюбию сердечностью и отзывчивостью будучи скромным и мягкосердечным он умел однако когда это требовалось обстоятельствами держать себя властно повелевать или прямо и смело выражать свое неудовольствие в строгих и решительных словах но всегда в спокойной корректной форме в обращении с людьми он был просто приветлив но не допускал переступать границу определяемую ему царским саном постоянной упорной работы над собой он развил себе сверхчеловеческое самообладание никогда не выражал сколько-нибудь явно своих переживаний под покровом этих и многих других положительных душевных качеств императора николая второго скрывались его упорная настойчивая пружинистая но не ломающаяся стойкая и спокойная непоколебимая воля сильная душа и мужественное сердце по своей природе государь был очень замкнут он никому никогда не открывал до конца своего сердца быть может только одна государиня действительно знала всю глубину его души сердца и мысли даже многие из его приближенных не знали своего государя незнание порождало непонимание непонимание часто приводило к ошибочному толкованию и даже к осуждению его поступков что в свою очередь служила источником ложных слухов и сплетен повторяемых в обществе оттуда проникавших более широкие круги здесь они перерабатывались уже в злонамеренную клевету которая широко распространялась в целях революционной пропаганды так родилась легенда о слабо воли императора николая второго что касается конкретного серьезного вопроса о том почему император николай второй обладая сильной волей не сумел подавить февральский бунт выросший в революцию то мы достаточно подробно рассмотрели на основании достоверных фактов те события которые зависели или могли зависеть от его волевой характеристики и нам остается лишь снова напомнить исторические записанные в день отречения чеканные слова государя кругом измена и трусость и обман добавил к ним что это измена была для него неожиданным предательским ударом в спину со стороны людей пользовавшихся его безграничным доверием страшным ударом которого он не мог не предвидеть не предотвратить не устранить